Здравствуйте! В эфире воскресная программа «Итоги недели» и я, ее ведущий, Амир Кедрасов. На неделе в администрации обсудили вопросы профилактики гриппа. Какие штаммы гриппа ожидаются в этом году и эффективны ли против них вакцины? Это выясняла наша съемочная группа. Для того, чтобы избежать масштабной эпидемии гриппа, нужно привить 40% населения. Это рекомендации Управления Роспотребнадзора. На сегодня вакцинацию прошли порядка 27%. По словам специалистов, вакцинация является одним из самых надежных способов защиты от вируса. Для того, чтобы у человека выработался иммунитет, прививку нужно сделать до начала предполагаемого эпидемического сезона. Об этом говорили на совещании с руководителями организации и представителями трудовых коллективов. Нужно заботиться о своем здоровье. Как бы мы там ни говорили, но все-таки, я повторяю, статистика вещь упрямая. Все-таки факты и цифры показывают, что заболевание гораздо снижается, когда процент вакцинации вырастает. То есть все-таки это дает пользу. Об эффективности вакцинации говорила в своем обращении и заместитель главного врача Рима Нигматулина. Особенно это нужно сделать лицам группы риска, куда входят работники медицинской сферы, сферы образования, коммунальных и транспортных предприятий, беременные и лица старше 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями. Им прививка делается бесплатно. Остальные за счет организации или за счет собственных средств. Для коллективного вакцинирования работников предприятий возможен выезд бригады медработников на место или нужно обратиться в городскую поликлинику. На сегодняшний день у нас поступила вакцина около 15 тысяч доз для взрослого населения. Сувы грипп – это наша отечественная вакцина. Для детей и школьников там идет у нас гриппол, гриппол плюс вакцина, но еще не в полном объеме для детей вакцина поступила. В ближайшее время мы ожидаем поступления вакцины, поэтому просьба ко всем обращаться, если это дети, то в детскую поликлинику, если это взрослые, пожалуйста, обращайтесь к своему участковому терапевту и в приючный кабинет. Приючный кабинет – 39-й кабинет в городской поликлинике, работает он с 8 до 4. В завершение заместитель главы администрации по социальной кадровой политике Наталья Лапшина призвала работодателей города активно включиться в кампанию по вакцинации. От этого будет зависеть как здоровье работников и как следствие экономическое благополучие предприятия. В Кумертавском многофункциональном центре открылись два дополнительных окна для предпринимателей. В электронном терминале теперь есть отдельная новая строка. С директором филиала и предпринимателями, которые первыми воспользовались услугами центра посредством новых окон, беседовал Константин Меркушев. 20 октября стартовал очередной этап конкурса на субсидирование малого и среднего предпринимательства. Прием документов по-прежнему осуществляет многофункциональный центр. Правда, с некоторыми изменениями. Если раньше центр работал в одном режиме для всех, то теперь поток посетителей разделили. Для предпринимателей были открыты дополнительные окна. У нас в МФЦ на данный момент функционируют два окна МФЦ для бизнеса. В данный момент у нас именно с сегодняшнего дня стартовал очередной этап субсидирования, прием документов для субсидирования малого и среднего бизнеса. В связи с нововведением претерпел изменение функционал терминала. У бизнесменов теперь есть возможность проходить отдельную очередью. Обслуживание стало удобнее и быстрее. Первая очередь это приоритетность в плане очереди. То есть у нас в электронной очереди сейчас отдельная выведена строка МФЦ для бизнеса. То есть субъекты малосреднего предпринимательства могут в порядке отдельной очереди подходить и обслуживаться в этих двух окнах. Сами предприниматели в восторге. Бизнесмен Денис Тихонов приходит подавать документы в третий раз. Сегодня он отметил удобность данного нововведения. Вообще очень удобно. Во-первых, сам по себе МФЦ очень удобная организация. То есть можно прийти и все необходимые тебе услуги, если что-то нужно, с недвижимости и так далее. Все это сделать в одном месте. Не надо куда-то бегать, собирать какие-то справки и так далее и тому подобное. А для бизнеса, конечно, пришел, получил талончик. Можно даже, в принципе, не ждать очередь. Уже примерно представляешь, сколько по времени будет тот или иной человек находиться у окна. Мне девушка сказала, что вы взяли талончик, вы подойдите к пол-перому. Все, то есть я уже здесь сидеть не буду. К пол-перому подойду и вполне спокойно, не торопясь, дам документы. На ряду с услугами субсидирования в МФЦ предоставляется ряд других услуг для малого и среднего бизнеса. Это регистрация, ликвидация, внесение изменений. Все услуги, связанные с налоговым органом. Кроме того, МФЦ предоставляет услуги федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства. Желающие участвовать в конкурсе могут обратиться в МФЦ, где смогут получить информацию о видах поддержки, которые предоставляет данная корпорация. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Логопеды из Мелиуза делились опытом и выясняли, как работа поставлена в нашем городе. Местные педагоги рассказывали о новшествах и проводили мастер-классы. Форум профессионалов принял детский сад «Ромашка». Представители Мелиузовского методического объединения учителей-логопедов посетили наш детский сад с целью обмена опытом. Работа методической сессии прошла в необычной форме. Демонстрации игр и мастер-классов, что очень понравилось и гостям, и всем присутствующим. В своей работе везде здесь, как свои. Друга речевая, вся дрожит от неба сель. В правой трещинке, где-то благотель. Специалисты из города Мелиуз представили на встрече свои методы и приемы с использованием компьютерных и инновационных технологий. А также нетрадиционные, такие как суджок-терапия, пальчиковая гимнастика, развивающая речь ребенка. Ходит ежик без дорожек и пальчиками, нажимаем фалангами пальцем, по лесу, по лесу и колючками своими колется, колется. А я ежику езжу, ту тропинку покажу. Работа учителей-логопедов нелегкая, но очень интересная. Она требует не только теоретических знаний, но и постоянного прогрессирования для того, чтобы педагогам не отставать от современности, быть по-настоящему полезными для детей. Встреча по применению инновационных практик прошла достаточно продуктивно для всех ее участников. Каждый узнал для себя что-то новое и полезное. Каждый логопед, как какой-то алмаз, чем больше у него граней в его профессии, тем он более профессионален. И мы удивляемся находкам своих коллег, в том числе они, когда смотрят, как мы работаем, как мы инновационные технологии применяем, и где-то с творческим подходом, они удивляются, как применяем мы. Поэтому наша встреча настолько обогащает друг друга, что нам хочется встречаться еще. И мы надеемся на встречное приглашение наших гостей. Учителя-логопеды из города Мелиос по достоинству оценили проекты и разработки наших специалистов, особенно отметив полезность применения интерактивной доски в работе с детьми. Что нас больше всего привлекло, это наличие интерактивных досок. Мы пока, к сожалению, этим похвастаться не можем, но мы тоже ждем в рамках программы «Доступная среда», мы тоже ждем, что нас обеспечивают такими досками. Это действительно, это новшество, это кумертауские сады идут, ну как, я считаю, в авангарде, в авангарде оснащения. Это детям интересно, это интересно педагогам, это все очень нужно. Молодцы, что они это осваивают и щедро своими наработками делятся со своими коллегами. Большое им за это спасибо. В завершении встречи гости поблагодарили руководителей нашего методического объединения за интересное и познавательное мероприятие, выразив надежду на то, чтобы сделать подобные встречи частыми и традиционными. В администрации города состоялось расширенное заседание Координационного совета по профессиональной ориентации и профессиональной адаптации молодежи в городском округе. Члены совета рассмотрели итоги поступления выпускников в профессиональные образовательные учреждения города, их дальнейшее трудоустройство и обсудили имеющиеся проблемы. В ходе совещания также были названы вакансии на предприятиях. Какие? В нашем следующем материале. С каждым годом все больше кумертауских выпускников школ уезжает учиться в другие города. При этом на предприятиях ощущается нехватка инженерно-технических кадров. Решение этой проблемы остро стоит на повестке дня Координационного совета по профориентации молодежи. На очередном заседании были подведены итоги проекта развития кадрового потенциала в городе Кумертау. Он был запущен в феврале текущего года. Программа предусматривает как модернизацию системы дополнительного образования, так и взаимодействие школ, профессиональных учебных заведений и предприятий. Нашей задачей общей остается координация работы по профориентации, подготовки персонала по приоритетным направлениям деятельности предприятий города и по взаимодействию учреждений образования и предприятий города. В этом году вузы и СУЗы родного города выбрали лишь 55 выпускников школ. В прошлом году их было 73. Такие данные были представлены Управлением образования. Сфера в этом году столкнулась и с проблемой нехватки учителей. У нас наблюдается нехватка педагогических кадров. Очень было сложно к началу этого учебного года найти математиков, физиков, учителей английского языка. Поэтому у нас на базе гимназии открылся в этом году ресурсный центр, который активно работает с БГПУ имени Акмулы. И по привлечению детей к педагогической профессии мы будем прорабатывать с ними этот вопрос. Много внимания в городе уделяется популяризации профессии технической направленности. Работа начата на уровне модернизации системы дополнительного образования, а именно реализации проекта «Технопарк» на базе Центра детского творчества. О первых итогах работы рассказал директор ЦДТ Алексей Докукин. По его словам, для полноценной работы требуется техническое оснащение. В свою очередь, профессиональные учебные заведения предлагают весь спектр образовательных услуг. Причем для кумертаусов предусмотрены льготы при поступлении. С получением специальности в местных вузах и СУЗах есть возможность трудоустроиться в родном городе, например, на предприятии КомАПП. На сегодняшний день предприятие занимается ремонтом и модернизацией авиационной техники, а также производством новых деталей. Объемы производства увеличиваются с 2016 по 2021 год в разы. Следовательно, предприятие будет нуждаться в высококультивационных рабочих инженерных кадрах. Большие перспективы у маслоэкстракционного завода. Причем специалисты требуются как в ближайшие дни, так и в связи с расширением производства на 2017 и 2018 годы. Нам необходимо через неделю начинается набор, вновь построенный в первую очередь элеватор 20 единиц аппаратчиков обработки зерна. Также мы сейчас принимаем транспортный цех, который только что образовывается, 40 единиц водителей. С получением городом статуса территории, опережающего социально-экономическое развитие, в Кумертал планируется реализация различных инвестпроектов, в том числе компания «Магеллан». Она занимается пошивом одежды для спецслужб. Они уже конкретно дали нам свое техническое задание по подбору персонала по восьми своим профессиям. Шведя, начальник цеха, технолог, раскрощик, механик, наладчик, электрик, кладовщик, каталер АТК. За период с 5 октября, за две недели, обратилось 127 человек. Из них долю швей, которые изъявили желание работать швеями, составило 53 человека. Это 40% порядка. Ну и самая большая популярность после швей пользуется специальность кладовщик. Заинтересованы в сотрудничестве также крупные предприятия по пошиву школьной формы, детской одежды. Инженерно-технические специальности будут востребованы для будущего завода по производству зерноуборочной техники. В завершение заседания заместитель главы администрации Наталья Лапшина дала поручение образовательным учреждениям предоставить данные по подготовке специалистов. Летние каникулы закончились еще в августе. Многие ребята проводили свое лето в детских оздоровительных лагерях. Как прошел отдых детей летом этого года? Итоги подводили в здании администрации города. Подробнее узнавал мой коллега Константин Меркушев. В среду, 19 октября, в здании администрации города состоялась межведомственная комиссия по организации оздоровления и занятости детей в летний отдых. В зале заседания собрались члены межведомственной комиссии. На заседание подводили итоги прошедшей летней оздоровительной кампании. В этом году функционировало три детских загородных оздоровительных лагеря и 12 центров с дневным пребыванием детей. В общей сложности летом отдохнуло в лагерях 4381 ребенок. Летняя оздоровительная кампания прошла без особых происшествий. У нас на территории городского округа города Кумертау работали три летних оздоровительных лагеря, 12 центров с дневным пребыванием детей. Далее были организованы малозатратные формы отдыха, также и трудоустройство несовершеннолетних граждан. Это от 14 до 18 лет, которые работали. И различные формы отдыха, такие как праздники двора, которые проводились управлением культуры. На организацию летней оздоровительной кампании из федерального и республиканского бюджета было выделено более 12 миллионов рублей. Из них около 1 миллиона рублей было выделено на отдых и оздоровление детей, оставшихся без попечения родителей. Из муниципального бюджета было выделено 500 тысяч рублей на проведение профильных лагерей. И 150 тысяч рублей на проведение трудовых объединений, которые проходили на базе образовательных учреждений. Все денежные средства, которые были выделены на организацию летней оздоровительной кампании, были освоены вовремя и в полном объеме. Благодаря финансовой поддержке и кропотливой работе членов межведомственной комиссии, отдых детей прошел на высоком уровне. Подготовка лагерей к летнему сезону была выполнена в сроке. Заезды прошли в соответствии с графиком заездов. То есть ни один заезд не был сорван, то и все прошло вовремя. В лагеря дети доставлялись автобусами, которые были обеспечены техническими средствами и в сопровождении машин ГИБДД. Оздоровительная кампания закончилась в августе. И уже на данный момент стартовала заявочная кампания на летний отдых детей на следующий год. Продлится прием заявок до 1 ноября 2016 года, где будет представлен мониторинг по заявочной кампании. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Тем временем в Центральной городской библиотеке прошла презентация книги, организации и проведение студенческого конкурса профессиональной направленности АТП-профессии. Авторы рассказали приглашенным гостям об основных целях создания книги и направлениях, в которых может быть использована данная методическая рекомендация. Презентация была организована для руководителя образовательных учреждений, школ, колледжей и высших заведений. При создании книги авторы ориентировались на практическую деятельность, проведенные конкурсы среди студентов. В пособии даны подробные методические рекомендации по проведению мероприятий для того, чтобы помочь учащимся определиться с будущей профессией. Уже несколько лет для нашей кафедры, это кафедра естественно научных и общетехнических дисциплин и кафедра технологии производства летательных аппаратов, разрабатывает вот эту проблематику. Прямо скажем, что идем методом проб и ошибок, и шишки набиваем, иногда и пышки получаем хорошие. И вот эта работа, она, в общем-то, сводится к тому, что мы готовим не только специалиста, инженера в данном случае, но и, конечно, гражданина, креативную личность, гармонично развитую. Самым сложным, по словам создателей книги, был процесс записи своих мыслей. Организация и проведение конкурсов оказались для авторов более простой задачей. Возможно, именно поэтому им удалось написать не только полезное, но и достаточно интересное пособие. Самое интересное в этой книге, пожалуй, то, что нам удалось придумать такое мероприятие, которое раскрывает студента как человека, заставляет его думать и при этом понимать, что такое его будущая профессия. Проведение подобных конкурсов, по мнению авторов труда, влияет не только на развитие навыков коллективной работы у студентов, но также на их заинтересованность в будущей профессии. Студенты наши сплотились, они стали как одной семьей. И удивительный эффект мы обнаружили. В очередную осень группа выпускного курса просто преследовала нас с вопросом, когда же у нас будет еще проходить такой конкурс, и что мы хотим принять участие. Специфика книги подразумевает проведение мероприятий для студентов, обучающихся техническим профессиям. Но в ней также есть универсальные моменты, которые могут стать полезными для каждого руководителя и организатора мероприятий в школах, колледжах и университетах. Надо сказать, что проблема профориентации достаточно актуальна в наше время. И возможность удержать интерес студентов к получаемой профессии, стимулировать этот интерес. Вот это, наверное, самое ценное, то, что есть данные книги, что может заинтересовать преподавателей как высших учебных заведений, так и среднеспециальных. Сотрудниками библиотеки также была отмечена полезность издания как руководства в организации развивающих мероприятий для молодежи в библиотечной системе. Для себя отметила, что со студентами тоже можно проводить конкурсы, только совместно с образовательными учреждениями, вместе с ними на базе нашей библиотеки, придумать какие-то задания вместе и проходить их. Книга была представлена на втором всероссийском образовательном конкурсе профессионального мастерства «Педагогическое открытие», а также получила золотую медаль и диплом участника 29-й Московской международной книжной выставки на ВДНХ. 15 октября состоялось совещание по организации предстоящего мероприятия под названием «Рождественские чтения». На заседании определили программу проекта и обозначили основные направления работы. Что такое «Рождественские чтения» и как они воплотятся в Кумертау, выясняла Гульнас Филатова. В обсуждении тем приняли участие руководители образовательных учреждений, представители от епархии и городского храма. Комиссии были рассмотрены вопросы по направлениям и содержанию программы чтений. Чтения, они не только подразумевают собой чтение докладов научно-исследовательских работ. Это и круглые столы, и семинары, и выставки, и общение. То есть мы вот сейчас рассмотрим, как этот день красиво нам построить один, когда у нас будет в городе проходить, и каждая секция, как будет называться, какую идею в себе нести, кто будет руководителем, кто будет организовывать это, в какой форме мероприятия пройдут и на какой площадке. Чтение в Кумертау было решено провести в первых числах декабря. Для современного поколения они имеют большое культурологическое и духовно-нравственное значение, так как религия неразрывно связана с историей страны и цивилизацией в целом. Поэтому одной из основных тем обсуждения комиссии стало активное привлечение молодежи для участия в мероприятии. Если мы дадим свободу воли, у нас никто не придет. Но никто не придет. То же самое касается детей. Если их не организовать, преподаватель их не поведет, вот сюда, Маша, вставай, Миша, здесь улыбнись, вот тут расскажи свой докладик, либо презентацию покажи. У нас не будет вот этого момента. Дети иногда хотят, но они робкие в этом плане. Инициативных таких очень мало. И это касается и студентов. Особенно студентов современности. Не колыхайте меня, я доучусь, и все будет отлично. Целью рождественских чтений является создание некоего моста между обществом и церковью. Мероприятие помогает людям узнать больше об истории христианства и о церковной деятельности для общества сегодня. Образовательные чтения проходят на территории Салаватской епархии на протяжении двух лет. В этом году будет третье образовательное чтение, которое положит еще новые, дадут новые плоды в деятельности. И взаимодействие между обществом и государством нашей республики. И уже в нашей республике горожане, гости увидят плоды деятельности как Салаватской епархии, так и других соседних епархий. Это Нефтекамская и Уфимская епархии. После проведения региональных рождественских чтений планируется отправление делегации от нашего города на международный этап, который традиционно пройдет в городе Москва в этом году в 25-й раз. Все эти смыслы, которые будут определены, которые будут найдены на епархиальных чтениях, они будут уже транслироваться затем на международных чтениях, там уже аудитория будет более такая представительная. И все эти наши смыслы, которые мы сейчас понимаем, те, которые мы можем прочувствовать, те, которые для нас важны, мы уже потом будем их переносить и транслировать для всего мира. Гульнас Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Что ж, это была последняя информация выпуска. Удачного начала новой рабочей недели. И до встречи на телеканале «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова